Ну, а в Молдове вот сейчас никаких выборов на ближайшее время не запланировано, однако можно сказать, что политическая жизнь страны буквально бурлит, а оппозиция грозит вывести людей вновь на улицы. На этот раз поводом стал частный случай смерть задержанного в следственном изоляторе. Родственники и адвокаты заподозрили что-то неладное, полицию обвинили уже в применении пыток, а власть в неспособности навести порядок в правоохранительных органах. Так что же произошло на самом деле и не грозит ли в республике очередной политический коллапс? В этом вопросе попытался разобраться наш корреспондент Ирина Пивоварова. Превышение скорости, погоня и задержание. С этого и начался грандиозный скандал. Молодой человек на видео, 32-летний Андрей Брагуца. Он не просто хамит полицейским, он покрывает их отборным матом. 30 тысяч тебя ты берешь? Эй, слышь, Вась, 30 тысяч тебя ты берешь? 30 тысяч тебя ты берешь? 30 тысяч берешь? Не снимай. За дебош Андрея Брагуцу на 30 суток поместили в изолятор временного содержания под ведомственной полицией. А спустя 11 дней молодой мужчина умер уже в тюремной больнице. Официальная версия врачей – пневмония, но адвокаты подняли шум. Мы считаем, что смерть наступила раньше на один день. И не в тюрьме номер 16, а в изоляторе временного содержания. К действиям полиции у правозащитников много претензий. Брагуца стоял на учете у психиатра с диагнозом шизофрения. А значит, не мог быть арестован. О болезни полицейским сообщил отец задержанного. Он не раз приходил к сыну в изолятор. Я прошу работников полиции, говорю, ребята, я вас очень прошу, вызывайте скорую. Он болен. По словам родителей, их сыну не давали ни еды, ни воды. Последнюю встречу с сыном отец запомнит навсегда. Он сидел в халате белом и в маске такой, марлевой повязкой. Я теперь только понял, что он был побит сильно. И чтобы не было видно тут ничего следов. Родители Андрея Брагуцы готовы на эксгумацию тела своего сына. Они хотят понять, кто виноват в его смерти. Из тюремной больницы Брагуцу отправили на гражданку. Он побывал в больнице скорой помощи, в психиатрической лечебнице. И судя по всему, полноценную медицинскую помощь ему так никто и не оказал. Мужчину обратно отправили в пенитенциарное учреждение, где он скончался 26 августа. Смерть при странных обстоятельствах привлекла внимание оппозиции. Оппоненты действующей власти призвали людей на митинг. Если не будут наказаны виновные, мы продолжим протесты, пока эта власть не покинет насиженные кресла. К сожалению, мы констатировали, что эту трагедию интенсивно используют в определенных кругах, в том числе в политических целях. Мы этого не допустим, поэтому обещаем, что будем поставлять информацию постоянно из первых источников. Прокуроры подтвердили, Андрея Брыгуцци жестоко избивали полтора часа, без остановки, ногами и руками. Следствие и МВД утверждают, что это делали сокамерники с молчаливого согласия полицейских. А сокамерники, в свою очередь, уже не молчат. Полиция виновата. Они его по битым засунули к нам в камеру. Все ребята кричали, чтобы его забрали, но они не хотели его забирать. Трое полицейских задержаны на 20 суток. В общей сложности по делу проходят 7 подозреваемых. Отстранены от службы несколько сотрудников тюрьмы за то, что вовремя не доложили о трагедии. Мы будем рассматривать события не только через призму пыток, но и бесчеловечного и унижающего достоинства обращения. Впервые о пробелах в системе открыто заявили после апрельских беспорядков 2009 года. Тогда, во время антиправительственных протестов, были разгромлены здания парламента и аппарата президента. А с наступлением темноты молодежь отправляли в участки и там избивали. Фотографии из увеченных тел проевропейские партии использовали в предвыборной кампании. Они обещали покончить с пытками в Молдове, но издевательства за решеткой продолжались. Александр Богдан, бывший заключенный в тюрьму, попал в 2013-м. После очередной проверки его заподозрили в хранении наркотиков, забрали личные вещи. А когда он начал требовать свое обратно, его жестоко избили несколько надзирателей. Меня психику нарушили настолько, что я до сих пор, я говорю, лечусь. Я утром встаю, я пью таблетки. Я в обед пью таблетки, вечером я пью таблетки. Власти уверяют, чтобы покончить с пытками в Молдове, новых законов принимать уже не надо. Законодательства в стране соответствуют мировым стандартам. Дело в людях, которые всего-навсего должны этот закон соблюдать. Ирина Пивоварова, Александр Борейко. Вместе из Молдовы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok